вот такая непонятная видите латынь вот знаете что здесь написано можете прочитать вот приблизительно вот это слово что про Украину проукраинский язык в 1672 году а вот кстати обозначение вашего народа как он подписан Московия Московия ну да Московия это откуда что-то книжка на планшете твоя нет это книжка просто оригинальный отсканированный документ 1672 вот непринятие модернизма это пункт продолжайте пожалуйста уже начинаешь подписываться под пунктом скажи пожалуйста а почему Путин сказал что украинский язык навязали в советское время только если он вот подписан здесь в 17 веке существует спокойно себе Владимир Владимирович сказал значит так и есть значит скорее всего он либо безграмотный либо варьет прямо в глаза ты забыл добавить он никому не врет Альберта Жулена де Рокшора пусть почитает я эту работу для начала путешественник по европе не понимаешь не понимаешь я тебе на русском 2 минуты рассказываю до сих пор тебе не дошло я тебе спрашиваю почему украинский язык вот упоминается еще в 1834 году в работе Максимовича вот скажи вот если если его там что-то навязывали то как же он может упоминаться здесь в 19 веке можешь мне рассказать как это там Путин это кто такой какой он трафтат какую книгу написал какую книгу это украинские народные песни 1834 года которых спокойно себе пишется по украинский язык видишь прямо бомбит у них если Владимир Владимирович сказал значит не может быть по-другому если Владимир Владимирович скажет мне пойти в Украине конечно я побегу потому что это мой бог я он он меня благословил на это дело здрасте как зовут что это за фильм такой хотел вас спросить вот искал вас назад немножко назад но давайте название название пропустим вот название прикольно на освободзён земле мир снять смотрил на освобожденной земле да вот что здесь на пище написано а вы вы смотрели ним водя вам вам показываю смотри вы яиц фильм вместе с вами вот смотрю прямо сейчас видите а то есть вы смотрел до этого вот что это за столб такой вы до этого этот фильм не смотрели 10000 раз до этого смотрел что это за столб я не знаю ну как это написано граница а флаг чей не знаю пользу а что я вижу делает такое почему ведете советские граждане что они это повесили такой интересный а кто сказал что это чьи танки это чьи самолеты кто сказал что это советские граждане сейчас вы увидите написано что на освобожденной земле русским языком церковно-славянским почвенным что за фильм про что я не знаю я первый раз вижу вот чьи танки идут это что за цветы здесь вот вижу что это за комсомольцы а что за модель танка вон кавалерия видите вот машины что за модель танка ну как вы думаете какая я у вас спрашиваю что за модель танка какая может быть модель танка ну вы же знаток вы смотрели фильм нет я по танках не знаток я по истории знаток но не по танках это вам к милитари нужно обращаться но явно советский потому что граждане то советские и флаги советские краснознаменные а вот пленные поляки видите ему обещали что их отпустят домой а потом случилось это вам передали да видите этого передали что что обещали что вернусь домой не это следует обещал польским военнопленным что они все вернутся домой что ими с ними в тот момент и не видите вот он срезает их шевроны в тот момент да обещали в тот момент до сорокового года до катыни и до депортации вы слышали лично это да тут про низком хотите со звуком послушать видите освободил и гапанской польши освободил а потом депортировал и поддал и прессиями так дальше между последствия тоже еще не открывали что что потом случилось привет привет ты чё стример да нет да нет говорю как дела да плохо знаете почему потому что россия развязала войну а да всего лишь и больше ничего ну да всего лишь что война наибольшая в европе польша после второй мировой а ты знаешь историю второй мировой мы уже фактически живем в третий мировой если что не ну есть первая мировая и вторая мировая ты в курсе историю я-то в курсе а вы знаете когда началась вторая мировая я знаю тридцать девятом какого числа я чё на допросе чуть не поняла и снова первое сентября раз ты не задаешь вопрос это давай я тебе задам встречный когда началась первая мировая война 28 июля 1914 года чего 28 июля 1914 года вторая мировая война началась нет первая началась а вторая я вам уже сказал если что еще минуту назад первого сентября 1939 года а первая мировая когда началась я вам только что дважды сказал 28 июля 1914 года ты чуть подошибся вторая мировая началась 1918 года или в каком-то ты уже повторял а закончилась куда а когда закончилась вторая мировая нет нет вы скажите вторая когда когда великотечественная я могу тебе ответить только закончилась когда в сорок пятом а вторая мировая когда закончилась началась в сорок пятом а началась в восемнадцатом в тридцать пятом она началась а в сорок пятом она закончилась так вы ж только что сказали что вторая началась 1918 это я просто когда про себя думала получилось что в голос думали еще раз подумаю так все таки когда началась и когда закончилась вторая мировая ну раз ты у нас такой умный и здравый когда было крещение на руси я знаю я вы давай раз два три 988 год ой ты ж мой красавчик вот это ты прям заслужил премию а скажите пожалуйста когда основали москву это все закончится что что еще раз москву говорю когда основали каком году когда москву основали а мне надо как ты думаешь ты спроси когда владивосток основали вот тогда я тебе скажу хорошо когда основали хань шайбэй ты спроси когда уже ну так это ж китайское название владивостока я ж правильно сказал хань шайбэй зачем эти даты нам зачем эти даты для чего нам эти даты нам самое главное нужно вот ты мне скажи когда закончится то что сейчас происходит ну когда путин выведет свои войска например какие войска ну свои которые вторглись в украину в 2014 году он никогда не выведет вы серьезно думаете то что путин вел ваши наши войска ваши силы не матерись главное не матерись все остальное можно нет но вы серьезно думаете то что путин вел все войска вашу страну чтобы вывезли их потом вы серьезно ну тогда война никуда не закончится это война она закончится человек она закончится представляете представляете сколько вам нужно будет еще послать своих там мужей братьев и родственников на погибель чтобы продолжать войну путина представляете еще сколько придется это все тратить это не война пожалуйста блин вы можете все друг друга послушать послушаем мою маму тебя можно конечно это не война путина это как тебе сказать это война в защиту русскоязычного населения понимаешь понимаю никакая не война это просто защита русскоязычного населения от гестапо от немцев вот от этих всех понимаешь ты нет вот как только как выкую и сразу все закончится а что если я скажу вам что гитлер первого сентября тридцать девятого года говорил те же слова что он идет защищать в польшу немецкоговорящих жителей от злых польских там поляков кем угодно куча синонимов которые угнетали очень долго но вследствие этого началась вторая мировая война собственно гитлер говорил те же слова что путин как думаете совпадение что давайте давайте вместо тысячи слов давайте вместо тысячи слов я просто покажу вам один пример очень наглядный и вы внимательно послушайте не будете перебивать чтобы все было культурно хорошо максимально культурно цивилизованно вот просто посмотрите и сами скажите что это у нас такое здесь происходит просто дайте мне секундочку найти найти сравнение речей гитлера и путина и все и будет вам счастье вот нашел так мы настойчиво не терпеливо пытались договориться с ведущими сторонами нато мы никому и ничего не собираемся навязывать силы все напрасно все напрасно в наши планы не входит оккупация украинских территорий ее цель защита людей которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам геноциду со стороны киевского режима украина для нас это не просто соседняя страна это неотъемлемая часть нашей собственной истории культуры духовного пространства особо хочу подчеркнуть вооруженные силы россии не наносят ударов по городам украины мирному населению ничего не угрожает видите вы сейчас ведете себя ровно так как немцы в 1939 году вы ничем не отличаетесь от немцев собственно это уже сто раз доказано видите Гитлер и Путин говорят одинаково абсолютно ого да нам кто нам доказали мы знаем Россия сила ребята Россия и нам что вы там думаете всем всем миром прикинь поцелуйку лови какой ужас я ее взял вот смотрите вот взял ее вот так и туда оп пол просто вот вот у нас такое культурное русский мир этот вот вот он пахнет пахнет как пахнет русским миром просто невероятно вот увидели что Гитлер там ну там же есть субтитры они ж видят я надеюсь читать могут вот нам плевать нам пофиг что мы такие как немцы что мы говорим те же те же тезисами ну знаете тут мне кажется тут это вот тут даже не нужно стараться что там переубеждать доказывать не нету смысла там уже понятно по интеллекту по второй мировой и тому подобное просто нужно на это видеть что на что что рядом с нами живет